Сейчас мы в стенде Huawei и пойдем посмотрим на их большие, мощные, многоядерные устройства. Вперед! Вот, например, четырехъядерный телефон. У нас в руках телефон Huawei Ascend D-Quad. Самый быстрый на сегодняшний день телефон по заверениям Huawei. В нем используется собственный процессор Huawei K3 V2 с тактой частотой 1.2 и 1.5 ГГц. В конкретных модификациях с разными частотами не рассказывалось. Процессор этот очень быстрый. Вот, посмотрите на результаты NanoMark 2. Почти 60 кадров в секунду. Больше нельзя. Все работает плавно. Скроллится. Никаких задержек при скроллении интерфейса нет. Аберационная система Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Также обратите внимание на 4.5-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Здесь 1280 на 720 точек. Плотность, соответственно, 330 ppi. О технологии изготовления дисплея не говорят, но цвета яркие, углы обзора тоже, в общем, неплохие. На задней поверхности телефона расположена 8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой. Качество фотографии среднее. Вот просто фотка с выставки. Вот, собственно, мой фотоаппарат, которым я обычно все фотографирую. Мой телефон HTC Desire Z, побитый всевозможными боями. И апельсин, который я совсем скоро уже съем. В полном разрешении пример фоточек есть под статьей. Вернемся к обзору телефона. Крышка ребристая, матовая и немаркая. Наконец-то китайцы научились. Телефон достаточно тонкий, все по современным стандартам. Справа расположена только качелька регулировки громкости. Сверху у нас есть, соответственно, включалка-выключалка. И разъем для наушников. Слева гнездо для зарядки и синхронизации. Слава богу, это обычный микро-USB. Снизу ничего нет. На планшете практически не было никаких игр. И установить нам ничего нового не удалось. Чтобы было заблокировано. Поэтому мы запускаем ретут HD. Понятно, что работает. Он работает и на гораздо более слабых процессорах. Никаких дополнительных настроек для интерфейса тоже нет. Это обычный, стандартный Ice Cream сэндвич. И это на самом деле здорово. Надеемся, что все это будет оперативно обновляться. Вот еще пример того, как работает Samurai Vengeance. Все быстро грузится, проматывая и надолго. Раз, два. Загрузилось быстро. Соответственно, Samurai Vengeance как-то. Он и быстрый. Напоследок, еще раз запустим сравнение в NanoMark 2. Видно, что устройство находится просто на самой высокой вершине производительности. Какая только может быть. Завершу я обзор такой тирадой. Похоже, что компания Huawei решила стать новой HTC. Ей надоело делать устройство для других компаний. Они начали подвигать собственный бренд. Начали быстро, мощно. Представили интересный телефон, интересный планшет. Мы это вам покажем еще в следующем видеопревью. Единственное, на что хочется пожаловаться, это, конечно, то, что произносить Huawei очень тяжело. Постоянно кажется, что материшься. Итак, это был видеообзор Huawei Essence Squad специально для Ferra.ru